странные истории происходит иногда на белом свете писала газета волжское слово в 1913 году слушаешь их вникаешь и никак не можешь понять что же собственно такое откуда сие почему и зачем а мы с вами на бывшей монастырской земле и говорим о том что здесь происходило больше века тому назад брожу в стенах монастыря безрадостный и темный инок чуть брежет бледная заря слежу мелькание снежинок улица который носит имя полины осипенко когда-то находилась за городской чертой это на ней сегодня можно увидеть ворота николаевского мужского монастыря единственное что от него осталось разрушенного в годы советской власти и исчезнувшего с лица земли вместе с многочисленными домишками которые когда-то этот монастырь окружали а вот первое упоминание об этом монастыре относятся еще середине позапрошлого столетия когда для него было отведено мест в количестве восьмидесяти двух десятин границами монастырской земли были волга и онаевский овраг на западе и на севере и малаканские сады и кирпичный завод жукова на востоке и на юге здесь же на монастырской земле расположился и поселок имеющий 23 квартала и около 400 усадебных мест в центре монастырской земли находился сам монастырь а вокруг него стояли дома и лачуги как тех кто арендовал землю у монастыря так и самовольных захватчиков облюбовавших себе усадьбу возле обители свято-никольская улица и романовский проспект военное шоссе и покровская а еще богословская боголюбовская архангельская и некоторые другие ни одного из этих названий сегодня уже нет давным-давно а засыпан и срединный овраг который проходил посредине монастырского участка деля его на две равные части весь берег волги от мельницы шадрина до наевского оврага долгое время был не застроен но потом и там появились незатейливые домишки и убогие лачуги числом до 40 усадьбных мест как пишет известный самарский краевед константин павлович головкин впрочем он сейчас же спохватился и взял слава усадебное место в кавычки странные истории происходят иногда на белом свете писала газета волжское слово в 1913 году слушаешь их вникаешь в них и никак не можешь понять что же собственно такое откуда сие почему и зачем такие вопросы появились у пишущего эти строки когда ему рассказали следующую историю однажды город дал никольскому монастырю землю души ради спасения отца той огороды но монастырские отцы решили сдать эту землю под поселок и выработали план такового утвержденный городским правлением со своей страны и город тоже выработал свой план причем оказалось что утвержденные уже для монастыря улицы с городскими проектируемыми улицами не совпадают и вот две планировки столкнулись и увязли без движения хотя никакого поселка еще нет и все можно было бы решить легко и просто увы но то что эта земля принадлежала монастырю и называлась поэтому монастырской почти никак не отразилась на характере и нравах обитателей этих мест которые мало чем отличались от тех кто жил скажем солдатской слободки или в новомещанском поселке видимо одной только близости к монастырю для воспитания нравов было явно недостаточно и так 25 февраля 1913 года у некоего шишгутова проживающего на монастырской земле в доме номер 9 было похищено пальто стоящее 52 рубля сыскной полиции удалось выяснить что пальто похитил крестьянин габдули санов который был задержан пальто у него отобрано и возвращено хозяину а вот уже в сентябре этого же года некто кузнецов проживающий в собственном доме на монастырской земле заявил полиции что в ночь с 5 на 6 из его запертой квартиры через распахнутое окно неизвестные злоумышленники похитили разных вещей на сумму в 72 рубля что они там украли осталось неизвестным впрочем разве это важно важно что проснувшись кузнецов не нашел в собственном доме вещи которые похитили неизвестные забравшиеся в него через окно вообще окна старой самаре пользовались ничуть не меньшей популярностью чем двери в них забирались любители поживиться чужим выносили сундуки и самовары заглядывали в них выведывали чужие тайны так что с окном милостивые государе и государыне шутки плохи рта возле окна не разевай и палец в рот не клади а вот мне все таки интересно что имели ввиду самарцы не запирая своих домов и квартир это от доверчивости или от чего-то еще мол наши деды и прадеды отродясь ничего не запирали и мы не будем ну что ж нет так нет она нет и суда нет а вот еще одна монастырская история крестьянин савелий епифанский проживающий на монастырской улице в доме номер 35 заявил в июне 1913 года о краже у него из незапертой квартиры разных вещей на 17 рублей однако произведенном дознанием было установлено что никакой кражи у епифанского не было а заявил он о ней и высказал подозрение на своего приятеля афанасия картского лишь потому что хотел впутать приятеля в это дело за то что он не одолжил ему денег а кроме того они поссорились из-за знакомой девушки летом 1913 года зайдя в парикмахерскую давыдова на саратовской улице можно было навести справки о передающемся на монастырской земле месте размером 10 на 20 сажень место находилось аккуратно против конки что надо считать несомненным плюсом доехал с ветерком и тут как тут нам неизвестно пользовалась ли конкой скалкина проживающая на монастырской земле в доме номер 5 но только в октябре 1913 года она заявила полиции что период с 19 по 20 октября у ее из квартиры из незапертого комода пропали 25 рублей откуда же я миленькие мои знаю кто и когда их у меня похитил я каждый день в кому-то не заглядываю и подозрений в ни на кого не имею кого мне подозревать то но только вы ворюгу этого разыщите и денежки мои мне верните 5 декабря у ашурковой проживающий в доме номер 13 монастырском поселке неизвестными было похищено разных вещей на сумму 93 рубля 45 копеек свое подозрение ашуркова заявила на неонилу панову который была задержана и отправлена в сыскное отделение а вот буквально на следующий день 6 декабря околоточным надзирателем 5 части был обнаружен шинок в квартире слабьёвой на монастырской земле на шинкарей были составлены протоколы так что и здесь на монастырской земле происходило много разного ни к монастырю ни к монастырскому духу духа никакого не имевшего обворованные кузнецов и шишгутов скалкова и ашуркова незапертые квартиры и шинки обнаруженные околоточными надзирателями на монастырской земле как все это не похоже на тихое и благоговейное житье бытие наших предков самарцев начала 20 века каким оно нам сегодня представляется но все это было и от всего этого так же как от многого другого не осталось и следа в феврале 1914 года самарский мещанин пётр захарович куклев живущий на монастырской земле в доме номер 64 заявил о краже у него дома лошади стоящей 75 рублей было установлено что кражу эту совершил крестьянин самарской губернии живаев патрикеев а вот из дома давыдова проживавшего в июне 1914 года там же на монастырской земле неизвестно кем были похищены часы и будильник принадлежавший татьяне кондаковой не спокойно было в эти дни и в самом монастыре в ночь на 27 июня от неизвестной причины возник пожар монастырской бани которая сгорела дотла убыток от этого пожара составил 200 рублей архангельская и богословская боголюбовская и покровская сами названия улиц поселка который когда-то здесь располагался звучат сегодня как благодать божия или сказка вот только нравы и характеры тех кто на этих улицах когда-то обитал были далеко не всегда сказочными так 29 июля 1914 года на даче лукащенко возле монастырской дороги покончил с собой некто павлов 25 лет застрелившийся из охотничьего ружья причина самоубийство как осталось невыясненной а вот труп самоубийцы был отправлен во вскрытный дом а вот несколькими днями позже петр алукин проживавший на монастырской земле в доме номер 128 явился а в дом своей бывшей сожительницы не нилы поповой без всяких объяснений нанес ей несколько ударов железной палкой по голове в результате лукин был задержан и арестован а попову отправили в земскую больницу странные истории происходит иногда на белом свете слушаешь их вот так а вникаешь и никак не можешь понять откуда сие и зачем происходили когда такие истории и на этой земле именовавшийся монастырской а потом пришло новое время и запела свои песни заря бела и ночь долга как ряд за утрень и и обеден ах сам я бледен как снега в упорной думе сердцем и беден с вами был михаил перепелкин а 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 у а num и